Я придёшь Через кровь Твою Когда придёшь во славе Ты Меня найдёшь Ты без вины Одеты в праведность Твою Омытым через кровь Твою Омытым через кровь Твою Омытым через кровь Твою Я придёшь Омытым через кровь Твою Омытым через кровь Твою И в землю Омытым через кровь Твою Лишь Христос, камень мой, Силу даст Его любовь, Даже что Он, Господь, Господь Всего любовь. Лишь Христос, камень мой, Силу даст Его любовь, Даже что Он, Господь, Господь Всего любовь. Лишь Христос, камень мой, Силу даст Его любовь, Даже что Он, Господь, Господь Всего любовь. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог благо! Аминь! Спасибо большое прославление. Не уходите надолго. Будем в конце с вами инсценировать. Поможете мне в одной инсценировке библейской. Библейской. Аллилуйя! Какой-то заинтриговал, да? Итак, друзья. Давайте откроем. Евреям 11 глава. Вы знаете, да, что это глава о вере. И тридцатый стих. Верую пали стены Ерихонские По семидневном обхождении. Аллилуйя! Все. Все. История на этом закончилась. Короткая история, на самом деле. Да? То есть, уже по факту. Верой пали стены. И, знаете, мы иногда читаем Писание. Ну, герои Библии, у них же не было Библии. Вы понимаете же это, да? Ну, что особенно, да, в Ветхом Завете, да. Ну, в Новом у них уже был Ветхий Завет. Ну, в Ветхом Завете вообще не было Библии. Да? Ну, может, для кого-то это новость. Вот. Ну, да, им приходилось как-то с этим справляться. Вот. И они, они не знали, чем закончится история. Вот мы с вами знаем, да? Ну, кто-то сразу вспомнил, а, я знаю эту историю. Ну, там, семь дней они ходили и стены пали, да. Вот. Но они не знали. И я бы хотел, чтобы сейчас, когда мы будем с вами читать эту историю, чтобы мы вот держали вот эту мысль в фокусе. что они не знают, чем эта история закончится. Они не знают. Как часто мы тоже, да. Мы же тоже не всегда знаем, чем наша история закончится. Да? Вот. И я так предполагаю, что жены не дадут соврать. Знаете, у мужчин, у них есть такая особенность. Когда мы рассказываем какую-то историю, мы много деталей упускаем. Согласитесь, жены, да? Ну, там, пришел муж откуда-то. Что, как прошло? Хорошо. Все, да? Не у всех так. Или у кого-то долго рассказывают в подробностях. Если у вас так, вам повезло. Вот. Остальным тоже повезло, но чуть меньше. Вот. Поэтому кому повезло, можете порадоваться. Кому чуть меньше, тоже порадуйтесь. Вот. Но чуть меньше. Итак, давайте откроем. Эта история у нас находится в книге Иисуса Навина. Шестая глава. Шестая глава. И давайте прям с первого стиха. Будем читать и будем останавливаться. Ну, понимаем, в какое время происходит история, да? Это постоянно Израиль. Он то завоевывает какие-то города, землю обитованную, да? И это начало такого похода, да? Когда Бог предает в руки Израиля, да, многие народы. И вот он говорит. Тогда сказал Господь Иисусу Навину, да? Вот я предаю в руки твои иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все способные к войне, и обходите город однажды в день. То есть один раз в день обходите. И это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труп юбилейных перед ковчегом. А в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом. И стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны. И призвал Иисус в сын Навин священников в Израилях и сказал им. Вот отсюда самое интересное начинается. То есть он, как бы Бог ему дает слово, да? То есть у него есть основания, у него есть слово. И он приходит к священникам, да? И он говорит им. В общем, ребята, ситуация такая. Значит, Бог сказал, город возьмем, вот, и несите ковчег завета, а семь священников пусть несут семь труп юбилейных перед ковчегом Господним. Все. Никакой больше информации Иисус им не дает. По крайней мере, ну, так написано, да? Возможно, там был какой-то диалог еще. Потому что, ну, логично у священников вопрос, наверное, возник. Ну, как бы, а где там, ну, как бы, эти там стрелы, там, пики, там, что там еще, какие-то там, орудия. Ну, как бы стены так-то не падают вообще-то. Ну, они же понимают, люди того времени, да, они-то воевали, они понимают, что так просто стены не падают, да? Ну, нужно какое-то орудие. И они такие, ну, у них, наверное, вопрос возник, я так думаю. Ну, возможно, они даже промолчали, скорее всего. Вот, потому что Иисус Навин, он только что пообщался с Господом. Знаете, мы когда с Богом пообщаемся, мы такие, халлилюя, мы горящие такие, да? Знакомо? Да, ты такой с гор спустился, такой, о, все, там, с миссионерской поездки приехал, все, такой, о, сейчас мы завоюем тут всех туда-сюда, да? И вот ты собираешь священников, и они так немножко твой пыл, как бы, остужают, да? Ну, давай-давай, расскажи нам, расскажи, давай-давай, да? Вот, и он им, значит, и дальше он рассказывает. Итак, и сказал народу, пойдите, обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут перед ковчегом. Ну, фу, народ чуть-чуть вздохнул, ну, хоть кто-то будет с оружием, уже неплохо. Идут перед ковчегом Господним, как скоро Иисус сказал народу, семь священников, внедших семь труп юбилейных перед Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег заведок Господня шел за ними. Вооруженные же слись впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом, во время шествия трубят трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, не восклицайте, не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. Таким образом, ковчег заведок Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. Аминь. Давайте здесь остановимся, да? То есть для нас эта история понятна, мы знаем, чем закончится, да? Но для них нет. И вот Иисус Навин им говорит, ребята, в общем, план такой, мы берем ковчег и будем обходить город. Шесть дней, один раз. И вот они обошли, ну, я не знаю, какой там Ирихон был большой, небольшой, но это был город, да? Ну, они обошли, не знаю, ну, может быть, долго шли, ну, точно шли, до вечера, потому что, да, вечером они пришли, и вот у них возникает вопрос. Так, и что, что-то вообще ничего не произошло. Жители Ирихона, скорее всего, они напугались, как бы, ну, они увидели вооруженных людей, этих товарищей с трубами, да, которые трубят. И они думают, ну, сейчас что-то будет. Они еще были напуганы, они знали, как бы уже там Израиль, как он побеждает, как Бог приходит. И они такие напуганные. Ну, эти прошли один раз, пришли домой, сидят такие дома вечером, ну, по шатрам разошлись, и там муж с женой сидят, и жена говорит, слушай, вы что там ходили, а? Да, ну-ка рассказывай, что делали, да. Да вот, Иисус Навин там туда-сюда. Слушай, ты точно уверен, что он от Бога получил откровение, да? Да я не знаю, но завтра посмотрим, еще пойдем. И вот следующий день настал, и они снова пошли, еще раз прошли, снова та же картина, они снова дудят, они снова это все делают, ковчег с ними, и ничего не происходит. Да? Ничего не происходит. И, ну, логично, да, что у них какие-то вопросы возникают, знаете, ну, мы иногда читаем Писание, мы себе представляем, вот израильский народ, это такие, ну, почтенные, такие, такие смиренные граждане, такие, да. Вот кто был в Израиле, вообще это махом развеивается просто, да, это представление, потому что я сначала думал, что они ругаются, они так разговаривают. А что они вот так вот разговаривают? Да, они очень эмоциональные люди. Вот я раз даже, я аж вскипел, я в самолете летел, там сзади сидели еврейские женщины, я аж вскипел, они постоянно кричали всю дорогу, да. Вот, они были эмоциональные, да, очень эмоциональный народ. И мы часто себе учеников представляем, тоже, да, они такие все из академии вышли, такие все. Ну, еще, знаете, вот это влияние культуры фильмов, да, фильмы же, ну, они же не покажут, например, ну, как-то вот, мало ли, кто-то еще обвинит их, да, в чем-то, да. Фильм, да, в фильме их так, ну, стараются такими благородными показать, да. А я вот иногда думаю, ну, ты пойди, он, это, пообщайся с рыбаками. Ну, просто с рыбаками, я, например, у меня нет знакомых рыбаков, да, но у меня брат рыбак был, я помню, мы с ним ходили, он утром там в 5 утра ходил и меня с собой брал, вот. Ну, это как бы люди разные, и там, ну, как бы интеллигентов среди них не особо, да. Вот, и, и я уверен, что среди этого народа не все такие были, да, Иисус, да, вообще, ты от Бога получил, аллилуйя, все, мы с тобой, что, трубы взять, давай, да, все, и пошли, да, что, без, вообще, воевать не будем, просто будем трубить и кричать, и стены падут, вау, какой классный план, вообще, здорово, аллилуйя, все, идем скорее, мне не терпится. Навряд ли, понимаете, скорее всего, там повелись люди, которые сказали, что, кого, трубы, и просто мы будем кричать, трубить, и что, и что-то произойдет, подожди, тебе точно Бог сказал? Знаешь, в нашей жизни часто бывают какие-то ситуации, ну, давайте так, что такое Иерихон, да, что такое стены Иерихона, это же образы, да, у всех у нас есть какой-то Иерихон, у всех у нас есть что-то, что сегодня Бог говорит, иди, да, иди, и я буду менять, иди, я сделаю, иди, я отдаю тебе, иди, ты изменишь это. Это может быть разная ситуация, это может быть все, что угодно, но важно, что, когда ты получаешь слово от Бога, и Бог тебе говорит, иди, и сделай, ну, иногда это будет, может быть, для кого-то странно выглядеть. Я тебе даже скажу так, твой поход сегодня в церковь для кого-то может странно выглядеть. Твое вообще, то, что ты, например, молишься, для кого-то это странно, да, знаете, сталкивались, ну, наверное, встречались, вот, например, с родственниками, с неверующими, садитесь, или с друзьями неверующими, и за пищу, когда молитесь, да, ну, иногда люди странно смотрят на тебя, и так, ну, типа, типа, а что это, некоторые делают вид, что ничего не произошло, а кто-то, ну, типа, молитесь за пищу. Для кого-то это выглядит странно, да, знаете, для жителей Рихона тоже выглядело странно, мужики с трубами ходят, вот, с ковчегом, что ходят, что надо, может, ну, хоть что-то сказали, а то еще молча ходят, ну, может быть, там, что-то бы это, там, типа, выходите, там, или сдавайтесь, да, а они просто ходят, просто ходят, и вот, представляете, вот так шесть дней они ходят, таким образом мы на другой день обошли вокруг города однажды, возвратились там, и делали это шесть дней, в седьмой день встали рано, потому что в седьмой день надо было семь раз обойти, вот, да, ну, они такие, вот, хоть что-то поменялось, хоть что-то новенькое, да, то, что я представляю, уже, ну, реально, уже шесть дней, ну, это, представляете, вот, это же все время, они же каждый вечер обсуждали это все, но это же не было так, что они просто шесть дней ходили, вот, молча ложились спать, и утром вставали, да, я представляю, там, сколько волнений было, Иисус с нами, он там, наверное, молился каждый вечер, что Господь, просто, сделать так, чтобы там все было хорошо. Итак, когда в седьмой, а, вот, и так, в седьмой день встали рано при появлении зари, и пошли таким же образом вокруг города семь раз, только в этот день обошли вокруг города семь раз, когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, воскликните, ибо Господь предал вам город, город будет под заклятием, все, что в нем Господу, только Раав блуднется, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали, но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилев не навести заклятия, не сделать ему беды, все серебро и золото, и сосуды медные, железные добудут святую Господу, и войду в сокровищество Господню. Народ воскликнул и затрубил трубами, аллилуйя, наконец-то, как скоро услышал народ голос трубы, и воскликнул народ громким голосом, я обрушила стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны и взяли город. Аллилуйя, друзья мои, победа, аминь, так здорово, я представляю, как они там ликовали, но прежде чем они взяли этот город, было эти семь дней, были эти семь дней сомнений, ожиданий, да, то есть разных мнений, возможно, ну, действительно для них это было как, то есть они уже думали, ну, а может быть, ну, ну, а почему Бог, вот мог же Бог сказать сразу в первый день? Ну, предположим, если бы Он сказал, в семь дней стреляйте в стену, семь дней, да, ну, просто вот там чем-то, и, ну, понятно, ну, логично, чем дольше, тем она, значит, разрушится. А тут как бы вроде они просто ходят, ничего не меняется, зачем семь дней? Можно было сразу сказать, итак, завтра пойдете, семь раз обойдите, да нет, семь не надо, один раз обойдите, потрубите, и стены упадут. Ну, так же проще. А почему-то Бог говорит, сделайте это семь дней, да? То есть Бог почему-то ложит какое-то время определенное для того, чтобы что-то произошло с Ним. Знаете, мы часто получаем от Бога какое-то откровение, и нам это нравится. Мы спускаемся с горы, да, мы были в Божьем присутствии, Бог дал какое-то откровение, и мы, аллилуйя, как здорово, все, я сейчас войду в свою победу. Но часто бывает какое-то время, чтобы что-то произошло с нашим сердцем. Понимаете? Потому что для Бога, для Него важна, цель важна, аминь, да? Я верю, что, ну, было важно, чтобы Израиль захватил этот город, да? Чтобы Бог прославился. Но так же для Него был важен сам процесс, чтобы что-то произошло с сердцами. Я верю, что Бог, Он хотел, чтобы Израиль вышел из Египта и сразу вошел. Но Израиль так не мог, потому что нужно было время, понадобилось 40 лет, чтобы целое поколение умерло, которые не изменили свое мышление, которые не изменили свое сердце, которые не могли войти в землю обитованную. Потому что только новое поколение туда вошло. То есть Бог дает какое-то время ожидания, чтобы что-то произошло с нашими сердцами. Знаете, в Библии, я посмотрел, есть много историй. Вообще, Бог очень любил вот так вот как-то, ну, не... Чтобы Израиль не мог сказать, что это мы тут вообще такие красавцы, вообще сильные завоевали, да? Бог очень часто предавал, да, там история Гидеона, да, и еще много историй. Бог очень часто предает Израилю, да, врагов не мечом. Да, а хвалой, да, а своим, своим вмешательством. И знаешь, Бог хочет, чтобы сегодня ты научился не побеждать тем, что ты что-то делаешь, да? Ну, сейчас мы тут разрулим, да? Не, классно, когда у нас опыт есть, но, знаешь, когда у нас много какого-то опыта приходит в нашу жизнь, ну, мы тогда перестаем вообще в Боге нуждаться. Ты уже все знаешь, да? Когда ты только пришел, ты вообще ничего не знал. Как, что, куда? Потом ты раз, уже все знаешь, уже сейчас, ребята, я уже это проходил. Но цель Бога, пойми, не самое главное, чтобы ты вошел в эту землю. Это важно, аминь. Важно, чтобы ты вошел в свое благословение. Важно, чтобы ты вошел в свое призвание. Чтобы ты вошел в победу над какой-то проблемой, ситуацией. Но для Бога очень важно, чтобы ты понимал, кто это сделал. Кому воздать славу. Бог говорит в слой своем, что он никому свою славу не отдаст. И вот давайте еще сейчас откроем одну историю. Так, это... Второе паралипоминон. Двадцатая глава. Двадцатая глава. Так, сейчас скажу, с какого стиха. Второе паралипоминон. Двадцатая глава. Так, сейчас, сейчас, сейчас. И так, давайте с первого. Я обратил лицо свое взыскать Господа. Я объявил пост по всей Иудеи. Знаете, так знакомо, когда какая-то ситуация сложная. Да? Знакомо? Что-то сложное. Какие-то обстоятельства неожиданные. Тебе приходят весть. Да? Не дай Бог, это какая-то болезнь, да? Или это еще что-то. Что происходит с нами? Что с нами происходит? Что с Исафатом? И убоялся Исафат, и обратил целесосово взыскать Господа. Он начинает взыскивать Господа. Знаете, я верю, что Бог, он создает эту ситуацию только ради этого. Только ради того, чтобы Исафат стал взыскывать Господа. Бог, наверное, смотрит и думает, что-то Исафат, что-то перестал ко мне приходить. Что-то вообще, что-то перестал взыскивать. Что-то вроде вот были проблемы, так бежали ко мне все. Взывали так вообще, так прям вообще, прям каждый день. А как проблема решилась. Что-то уже все. Уже вроде так раз там, через раз. А потом вообще что-то перестал приходить. И собрались иудеи. А, и убоялся так, Господь, я бью пост по всей иудее. Знаете, мы сразу, когда проблемы дам, мы сразу, да? О, сейчас так, в пост там, раз, сейчас это, да. Да, я знаю молитву, да, я знаю кому, я знаю что, как сделать. И собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов иудяных. Пришли они умолять Господа. И стал Исафат в собрании иудеев и русымлян в доме Господнем перед новым двором. И сказал, Господи Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке силы и крепости, никто не стоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей? Ну, в общем, они молятся, молятся, и сейчас. Так, это все они тут Богу рассказывают. Знаешь, так интересно, как будто Бог не знает. Вот, они ему так рассказывают. И ныне вот аминь, тяне, мови, тяне, тут пришли, здесь вообще Бог, как так вообще происходит? Боже, ты... А, вот, и вот, двенадцатый стих очень важный стих. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши. И вот смотрите, и все иудеи стояли перед лицом Господнем, и малые дети их, жены их и сыновья их. То есть, они настолько, ну, как бы, обеспокоены были этой ситуацией, да. Мало того, что они всем народом, они всех с собой взяли. Можете, кстати, кто, если вас спрашивают, когда, а вы зачем на миссию детей берете, вы не боитесь? Ну, как вот, ну, в Библии, вот смотрите, Израиль-то вообще всех брал всегда. То есть, они прям, и малых детей тут написано, да. Тогда на, тогда на Иоазила, сына Захарии, сына Ванея, сына Иела, сына Матфании, это уж лучше, чем скороговорка, левита и сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. И сказал он, слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Смотрите, какое пророчество Бог дает сегодня нам, это не наша война. Знаешь, мы часто какую-то проблему, да, мы думаем, о, вот все, это проблема, Я должен сейчас что-то делать, я должен воевать Знаешь, Бог говорит тебе Знаешь, это для того, чтобы я прославился Знаешь, я создал эту проблему Не для того, чтобы ты победил И потом сказал, о, я вот так могу А для того, чтобы я прославился Для того, чтобы что-то в твоем сердце произошло Для того, чтобы ты стал снова приходить ко мне Как ты приходил, когда у тебя были какие-то сложности Потому что для Бога важно наше сердце Важно, чтобы Бог прославлялся в нашей жизни И вот смотрите, давайте дальше Завтра выступите против них Вот они восходят на возвышенность Тиц И вы найдете их на конце долины Так, так, не вам сражаться Так, так, дальше, дальше Он тут их вдохновляет Ага, и вот И преклонились Иосифат лицом до земли И все иудеи, жители Иерусалима Пали пред Господом, чтобы поклониться Господу И встали левиты и сынов Каафовых И сынов Кореевых Хвалить Господа Бога Израилева Голосом весьма громким И встали они рано утром И выступили к пустыне Фиакосской И когда они выступили Встал Иосифат и сказал Послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима Верьте Господу Богу вашему И будьте тверды Верьте пророкам Его И будет успех вам Смотрите, они так вдохновляют народ Потому что, ну, представляете ситуация Все плохо Народы отовсюду идут Они боятся Да Но есть пророчества Но это не значит, что они такие О, вообще все, короче Фу, классно, давайте Все, завтра победим Да потому что у нас в жизни так тоже не бывает Ты вроде помолился Вроде да, аминь, все класс Вроде ты понимаешь Ты со всем согласен Но когда проблема вот-вот рядом Да, когда какие-то сложности То есть Ну, приходят сомнения Да Иногда приходят сомнения Приходят, ну, ты думаешь А может быть, я что-то неправильно Все-таки делаю А может быть, надо было Что-то еще сделать по-другому И вот смотрите И так И совещался он с народом И поставил певцов к Господу Чтобы они в благолепии святыни Выступая впереди вооруженных Словословили и говорили Славьте Господа Ибо вовек мило сего И в то время Как они стали восклицать И словословить Господь возбудил Несогласие Между амонитянами Моавитянами И обитателями горы Сеира Пришедшими на Иудею И были они поражены Ибо восстали В общем И они там друг друга Переубивали Смотрите, опять Он не поражает Он не говорит им Так, давайте сейчас В общем, мечи доставайте Идите сейчас Опять каким-то странным образом Ну, странным для нас Для людей То есть так не воюют Вообще-то В войне так не побеждают Но он говорит Я все это делаю Чтобы вы еще раз Познали Что я есть Бог Знаешь, мы иногда Пытаемся решить Какую-то проблему Но Но ее решение В том, чтобы ты Прославил Господа В том, чтобы ты Сокрушился Да Классная картина Так мне так нравится Израиль Они такие вообще Они такие смиренные Они такие Все, Господь Они там на колени встали Все поклонились Всех с собой привели И уже они не говорят Ну, что там дети пойдут Пусть дома посидят Что-то неохота их вести Да Нет, они понимают Надо всех привести Надо всех Надо Надо всем прийти Надо всем поклониться Я не понимаю, что Их победа Сейчас Она не зависит от того Сколько у них там Какие у них возможности Да Какие у них там Оружие Да Что у них там Это вообще не важно Вообще не важно Становится Важно Насколько они Преклоняются Пред Господом Насколько они говорят Ему, что мы Зависимы от тебя Господь Знаете Может быть В твоей жизни Какой-то Ну Ерехон сегодня Может быть Какие-то проблемы Пришли Какие-то ситуации И ты Ну, ты думаешь Разные варианты А может быть так А может быть так Знаешь Бог создает Эти ситуации В твоей жизни Сложные Только для По одной причине Чтобы ты стал Искать его Чтобы ты стал Воздавать ему Славу Чтобы ты В очередной раз Сказал Господь Ты есть Бог Ты есть Бог Нет другого Ты решаешь Не силой своей Да, не силой Мы не своим разумом Израиль не Не победил Потому что Они там Обладали Какими-то Сверхъестественными Там, да Оружием Это была Его слава Да Бог все это Сделал для них Только чтобы они Воздали ему Славу Чтобы они Пришли И поклонились Ему Можно прославление Попросить Знаете Я хочу Чтобы мы Сейчас с вами Просто были В его присутствии И Давайте будем Молиться Может быть В своей жизни Есть сегодня Какой-то Ирихон Может быть Есть какая-то Проблема И ты думаешь Ну Там вот Надо ее Решить И это Цель Но знаешь У Бога Есть другая Цель Более важная У Бога Есть другая Цель Чтобы ты Пришел к Нему Чтобы ты Поклонился Ему Чтобы ты Воздал Ему Славу Чтобы ты Открыл Своё сердце Чтобы ты Сказал Бог Это не Моя война Это твоя Я хочу Чтобы ты Прославился Давайте Мы все Встанем Аллилуйя Кемеровская Христианская Церковь Христа Воскресшего Осуществляет Миссионерское Служение В разных Городах И странах Таких Как Индия Кения Конго Камбоджа Таджикистан Монголия Тыва Южная Корея Вы можете Поддержать Миссионерское Служение В этих Странах И стать Участником Мировой Жатвы Осуществить Пожертвования Очень легко На сайте Церкви Вы можете Пожертвовать При помощи Банковской Карты Или через Банковский Счёт Реквизиты Счёта Указаны На сайте В разделе Пожертвования Мы Благодарим Вас За Вашу Поддержку И участие В миссионерской Работе Пусть Бог Благословит Вас